Сегодня приготовим настоящий французский омлет. Просто яйцо. Откуда яйцо, вы понимаете. Вы знаете, депо паде курица. Сегодня с вами шеф Вивиен, настоящий гасконец. Сегодня д'артанян не нужно свою ночь. В франция омлет, это французский омлет, это очень базовое блюдо. Это просто блюдо, но есть много техниками вот это маленькое блюдо, которое можно сделать на вообще 2 минуты. В французском омлет нет сливки, нет молока, три яйца, соль, перец, если вы любите, и масло всего что есть. И все, ничего больше не нужно. Я очень люблю шнеклук, и это французский омлет, который называется омлет у финзерб. Если хорошо приготовить, то очень вкусно. Вам нужна миска. Вы знаете, откуда вышло яйцо из группы курицы. Не нужно мить яйцо, не нужно мить яйцо. Потому что если вы мить яйцо, бактерия лежит в одном месте, и вы, вся вода, вы будете использовать на все места. Нельзя разбивать в миску, нельзя разбивать в доску, нельзя разбивать все нож вот так или вот так, только весь стол. Не мою яйцо и разбиваем на столе. Клак. То есть нам нужно три яйца. Раз, два, три. Вилька. Вы будете смотреть, что не будет здесь венчик, это неправильно. Разбиваем желтки. И вот этот жест разбивает хорошо белки. Из людей, которые любят не очень разбивать. Есть люди, которые, как мои дети, которые не любят вот это вообще белое, которое стоит. То есть нужно хорошо разбивать. И посмотрите, если хорошо разбивает. Сделай вот так. Три шипотка. Два, три. Я люблю перец. Есть люди, которые не любят перец яйцо. Я люблю, как вы знаете, уже перец. Я люблю все шнит-лук. То есть просто сделаем сизоли и можно использовать, что вы любите, как зелень. Так. Мы идем на плита. В большой огне используем. Я люблю и масло оливковое, и то сивошное. Можно просто масло сивошное. Разогремем наше масло. Вот. Наше бормусе. В последнее разбиваем. Перемешиваем в центре. Чем быстрее, чем лучше. И все. И теперь используем все туда. Все у меня туда. Поменьше огней. И аккуратно будем сделать клин. Хорошо. Я люблю бавить овши мятки. То есть не жидкость яйцо не готовит, но овши мятки. Муэрлз. Муэрлз. Потом есть технический жест, что будет помогать. И закрываем наш полу. Попробуем сделать форму ованье. Выберите тарелку. Выберите вот так сковородку. Вот так. И аккуратно берите вот эту жест. Не очень овально. Это неплохо, но это не перфектно. Последний момент. Добаваем еще масло в сковородку. Люстре на шомлет. Это когда будем сделать блистающий шомлет все растопление масла. Растопливаем наш масло и просто берем вот это и поражаем чуть-чуть масло. Минутку разбивать яйцо. Минутку готовить. Минутку использовать масло сливочное. И два минуты поесть его. Теперь разрезаем наш ованье. Как вы видите, овчин мягкий. И есть вот эта форма спиральная. Форма внутри. Овчин вот мягкий. Мягкий ованье. Горячий. Вот мягкий. Мягкий ованье. Так вкусно. Это 150 грамм протеина. В Франции есть конкурс, который называется MOF. Самая первая техника, которую нужно сделать в конкурсе, это сделать омлет. MOF. Лучше повар Франция. Нужно доказать, что он можно сделать омлет. Если вам не понравилось, ставьте лайк. Вообще очень вкусно. Мягкий. Вот так вот, смотри. В Франции у нас есть другой омлет. Конечно, очень люблю омлет в испанел. А есть ниппонский омлет. А потом есть овусский омлет. Какой другой?